Дом учёных Можно сказать, что учёным повезло. Их дом-клуб находится в центре Москвы, в роскошном особняке. Столетия назад он принадлежал миллионерше Александре Ивановне Коншиной, о чудачествах которой по Москве ходили самые невероятные слухи. Во второй половине XIX века в России разбогатевшие купцы и фабриканты строили себе такие особняки, которые нынешним новым русским и не снились. Это был такой культ бытовой неги, что, казалось, превзойти его уже невозможно. Российские богачи наряжали не только себя, но и окружающее пространство – дворцы, особняки, усадьбы. В 1865 году усадьбу под номером 16 на Пречистенке приобретает миллионер-фабрикант Иван Коншин. Свои деньги он заработал на текстильном производстве. Изрядную часть из них он потратил на обустройство своего жилища. Иван Коншин умер в 1898 году бездетным. Огромное состояние, превышающее 10 миллионов рублей, досталось жене Александре Ивановне. В 1910 году неожиданно для всех 72-летняя Коншина решает перестроить владение. Дело поручают архитектору Гунсту, который проектировал особняк с большим размахом, не стесняясь в средствах. Прекрасно представляя, что присыщенную московскую публику удивить непросто, Александра Ивановна выбрала стиль классической роскоши. Мрамор выписали из Италии, бронзовые украшения – из Парижа. Громадное стекло было заказано также в Италии. Его везли в Москву в специально оборудованном вагоне. Вставить этот уникум на уготовленное для него место можно было только в процессе строительства. Богатая лепнина потолков, причудливые люстры, изумительный наборный паркет, в ряде помещений сохранившийся до сих пор – все это давало благочестивой вдове ощущение праздника в последние четыре года ее жизни. Дом Коншиной был начинен всякими новшествами – водопроводом и канализацией. Новинки в обустройстве жилья служили приманкой для многочисленных гостей. С шиком устроенная ванная – сантехнику по традиции привозили из Англии – имела специальное устройство для подогрева простыней, в которые оборачивались после водных процедур. Хозяйка недолго прожила в великолепном дворце. В сентябре 1914 года она умерла. Дальние родственники Коншиной продали его за 400 тысяч рублей крупнейшему русскому предпринимателю и банкиру Алексею Ивановичу Путилову. В 1922 году в здании особняка открылся дом ученых. К нему зачем-то добавили унылую серую пристройку, изуродовав этот памятник архитектурой. Для чего это потребовалось – неизвестно, ведь ученым и так хватало места в стенах этого огромного здания.